Мне 31 год, а я холостой. Родители и близкие говорят, что надо жениться, и я сам хочу жениться, завести детей в семью. Но с кем бы ни общался в девушке, обязательно появляется какая-то черта характера, которая прикрывает все ее плюсы. Как будто нашел в красивом светке гной. Здравствуй, Саймур Довлатов. Мой муж 7 лет назад уехал в Москву и там женился. Он тогда талах сказал. Я говорю, приезжай, дети выросли. Он говорит, спросите вторую жену. Если она разрешит, тогда с вами встретимся. Остаться с родителями и продолжать на них работать или уехать и заняться своим любимым делом. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители. Кто смотрит рубрика «Вопросы Довлатова», поприветствую вас из города Самарканда. Я сейчас нахожусь в Самарканде. Видите, это великолепные исторические места, которые веками остаются на память величия сильных государств. Потому что история – показатель. Дорогие друзья, хочу ответить вам на несколько вопросов, которые задавали. Ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям. Кто нуждается этим ответом, кому это поможет. Станьте причиной их изменения жизни, причиной их успехов. Если вы хотите узнавать по графикам ближайших тренингов и так далее, посмотрите под рубрику. Есть кнопка «Еще» нажимайте, и вы там увидите график ближайших тренингов, и вы увидите, где можно пробрести наши книги. В комментариях не пишите по этому поводу, куда найти книги и так далее. Еще, дорогие друзья, внизу вы видите под рубрикой «Почта», куда можно задавать вопросы. Свои вопросы дайте именно, пожалуйста, на эту почту. Напишите на эту почту, мы с удовольствием отвечаем на ваши вопросы. У меня к вам есть личный вопрос. Мне 31 год, а я холостой. Родители и близкие говорят, что надо жениться, и я сам хочу жениться, завести детей в семью. Но с кем бы ни общался в девушке, обязательно появляется какая-то черта характера, которая прикрывает все ее плюсы. Как будто нашел в красивом святке гной. Я мусульманин, и хотел бы жену богобоязненную. Не знаю, уже 7 лет ищу себе избранницу. То ли мне не нравится, то ли я не нравлюсь. Я устал от одиночества. Я устал от родственников, которые говорят, что женись. Им бы я скорее поженился. А как я буду жить с ним, с этой девушкой им все равно. Может быть, я чего-то не понимаю, может быть, я не вижу свои ошибки. Посоветуйте, пожалуйста, Альтимбек. Дорогой мой Альтимбек. Понимаешь, есть одна история. Такая история, что парень очень искал идеальную женщину. Парень искал всегда идеальную женщину, а потом так ее не нашел. И перед смертью его племянник спрашивает, дядя, почему ты не женился? Он говорит, ты знаешь, я всю жизнь искал идеальную женщину. Парень говорит, дядя, но не может быть, что ты всю жизнь искал и ни одного не нашел. Идеальную. Он говорит, ты понимаешь, племянник мой, я нашел идеальную женщину, но только дело в том, что она искала идеального мужчину. Понимаете? Идеальных женщин не бывает. Сильная, сильная потребность. Пожалуйста, Альтимбек, внимательно послушайте. Сильная потребность к идеальности, вы рискуете одиночестве. Не существует идеальных людей. Запомните, у идеальной женщины идеальные недостатки. У идеальной мужчины идеальные недостатки. Вы должны понимать. Вам надо научиться принимать. Будет много хорошего. Самое главное, есть несколько основных показателей. Первое. Надо, чтобы жена была богобоязнена. Это самый лучший показатель. Второй показатель. Надо, чтобы она вам хоть чуть-чуть нравилась. Я имею в виду внешность и так далее. Потому что, чтобы вы могли получать удовольствие. Чтобы вы не читали, что вы в прошло столько лет ждали, это все было зря. Следующий важный момент, который очень необходимо понимать, это, можно сказать, она должна быть надежна. Она должна быть верная вам. Она должна уважать вас. Понимаете? Эти вещи все вместе, основной роль играет. И это вещи необходимы, роль играет. Это тот, что вам помогает. Поэтому, если вы видите эти черта, если вы видите и вы понимаете эти черта, что они необходимы для вашей работы и так далее, займитесь этим, держитесь за это, у вас все получится. Вообще не переживайте за это, за то, что вы мне сейчас сказали. Вот. Здравствуй, Саймур Адавлатов. Мой муж семь лет назад уехал в Москву и там женился. У нас трое детей. У нас трое детей есть. Он тогда талах сказал. Я говорю, приезжай, дети выросли, по вам скучает. И я тоже. Он говорит, спросите вторую жену. Если она разрешит, тогда с вами встретимся. На самом деле он со мной и с второй женой тоже хочет жить. Но он очень боится. Или любит, не знаю. Она что говорит, все выполняет. Мне что делать? Ждать мужа или нет? Спасибо заранее. Если он вам давал талах, если он вам сказал, что я не хочу дальше жить и так далее, помните, мужчинам тяжело возвращаться. Понимаете, это очень важно понимать. Но вы настраиваете детей хорошо к отцу. Как бы ни было детей хорошо настраивательно к отцу. Чтобы они ценили своего отца, они ждали своего отца, они уважали отца. И никогда плохого не говорите про их отца. Скажите, что бывает в жизни, что человек всегда ошибается. Но вы всегда ему говорите, что когда следующий раз он вам так говорит, что спросите второй и так далее. А вы говорите, что нет. Мой муж это ты, а не она. И все будет так, как ты сам решишь. Если ты решишь, что ты не хочешь с нами встретиться, тогда мы не будем встретиться. Но если ты решишь, что будем встретиться, значит будем. Мои дети скучают по тебе. И тихо, отец, мы тебя ждем. Всегда будьте говорить, вот так добро посмотрите. Если вы два-три раза, еще немножко, подождите еще немножко. Уверенно, искренне говорите те вещи, которые я вам говорил. Если видит, что он не возвращается и не хочет с вами встретиться, тогда оставьте его, пусть живет своей жизнью. Здравствуйте, Саймур Раджанович. Я хотел бы с вами посоветоваться. Сейчас я живу с родителями, и мы занимаемся производством меда. Но работников нет. Я сам, как сотрудник, зарабатываю родители. Зарабатывают родители, я получаю мало. Они хотят, чтобы я продолжал их дело. Но я хочу заниматься мебелью. У меня это неплохо получается. Из-за уважения к родителям не могу решить уехать работать в другой сфере. Пожалуйста, посоветуйте, что мне делать в данной ситуации. Остаться с родителями и продолжать на них работать, или уехать и заняться своим любимым делом. Дорогой мой, тебе надо откровенно об этом поговорить с родителями. Это нормальное явление. Ты можешь спокойно посоветоваться со своим родителям. Не то, что ты хочешь, они не хотят. Родители всегда хотят для тебя все самое хорошее. Поэтому поговори с ними. Просто приложи им, просто спроси. Скажи, покажи им свой план. Покажи им свой план, какие у тебя есть возможности, если ты будешь заниматься мебелью. Покажи им цифры. Если ты покажешь цифры, они увидят, что если в мебель ты больше добьешься успеха, они сами тебя отпускают. Ребята, дорогие мои друзья, дорогие наши слушатели, всегда помните, родители мечтают видеть своих детей успешными. Мы родителям нужны, как успешные дети. Ни один родитель не толкает своих детей вниз. Это надо осознавать. Это надо понимать. Поэтому, дорогие друзья, дорогие мои слушатели, помните об этом. Поэтому, родной мой, вы подойдите, поделитесь своим планом с отцом. Понимаете? К родителям надо относиться с самыми близкими людьми, с которыми можно посоветоваться лучше всех. И они с удовольствием тебе подскажут свое видение и так далее. Покажи им свой план. Если тебе, например, покажешь, что в меде я могу заработать столько, но в мебели я могу заработать вот столько. Покажи эту разницу. Тогда они могут нанимать другого кого-то нибудь и платить ту зарплату, которую тебе платят. И он делает эту работу по мебел. Тогда они им будут в душе спокойнее. Они тебе благословляют и помогают тебе просветать. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте своим знакомым друзьям. Сдавайте актуальные вопросы, мы с удовольствием ответим вам. Посмотрите почту, которая под этой рубрика находится. Пожалуйста, присылайте нашу рубрику, присылайте наши хорошие ролики своим друзьям, знакомим. Пусть они кому-то поможут, кто нуждается. А вдруг вы станете причиной изменения их качества жизни. Я сейчас сегодня в Самарканде, завтра буду уже в Ташкенте. Дорогие друзья, каждый день я езжу в разных стран мира, чтобы помочь людям. И это, наверное, это моя судьба, это моя жизнь, это мой выбор. И это хорошая жизнь. Потому что каждый раз, когда я вижу, что у кого-то жизнь изменилась, кто-то приходит ко мне и говорит, знаете, благодаря вас мы сохранили семью и так далее. И это очень благородное дело. Я его так читаю. Поэтому это дает мне силу, это дает вдохновение. Я езду, работаю. К вашим услугам. До встречи на следующей рубрике. Всего доброго.